В повестке дня у нас второй вопрос о реформе жилищно-коммунального хозяйства. Реформа жилищно-коммунального хозяйства – это один из условных моментов, так сказать, в блоке антинародных реформ. И законы о земле, принятие трудового закона и так далее. И вот реформа ЖКХ в этом же блоке, который правительство, команда президентов пытались продавить на весенние сессии. Без огласки, без информации, в принципе, был подготовлен правительственный проект, который значительно ущемляет интересы каждого жителя нашей страны. И вот вплоть до того, что снимаются все льготы, остаются только льготы участникам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, которые в то время работали в дну, обеспечивая, значит, победоносные шествия наших солдат. Дальше там есть такая фраза и попытка спустить на тормозах наиболее болезненные моменты, ну, как и те льготы, которые определенным, значит, слоям общества, социальным группам обеспечивались на усмотрение субъектов федерации. При условии, если там есть в бюджете деньги или еще какие-то попали, то не возбраняется. Субъект может продолжать, так сказать, датирование этих льгот и все. Но мы с вами понимаем, мы сегодня родились, что в субъектах никогда денег нет, и федеральный бюджет, хотя это как черная гора, тоже всегда нет, нет и так далее. То есть практически еще раз пытаются опустить людей в дом положения, которые исчемляют и человеческое достоинство, и заставляют выживать, существовать в честочайших условиях. Здесь и все издержки, которые оплачивают население, издержки жертв всевозможных и так далее, вот все это консервируется за счет налогоплательщика, несмотря на то, что доказано и не один раз, что и тепло, и электроэнергия и так далее. Другие вот средства, они в основном имеют определенные потери из-за износа коммуникационных сетей. Ну, скажем, вот статистика, это дело подтверждает, что от 40 до 60 процентов воды утекает до объекта, жилого комплекса, там, предприятия и так далее. Однако все это выставляется в оплату налогоплательщику. И масса других вещей, и по сельскому хозяйству и так далее. Ну, почти случайно, узнав, что такой правительственный, значит, закон вносится в Думу, Дептат Шейн очень оперативно подготовил альтернативный проект закона, хотя было принято решение никаких альтернативных не принимать проектов закона, а вот добавлять вот в этот, обсуждать его и так далее, вот иметь один этот закон. На Совете Думы, в аварийном таком порядке, ну, там, приговорили с несколькими депутатами и так далее, поддержали, значит, все-таки внесли, вот, правительство закона Шейна по реформе, там, он идет чисто с таких классовых позиций, разумных позиций, в принципе. Ну, если реформа эта идет, если она объектирована, понимаешь, если там есть много неясных моментов, то тогда сделаем все это дело прозраще. Давайте усовершенствуем ваши предложения так, чтобы и жители, и другие муниципальные образования ввели финансовые, коммерческие какие-то, если это необходимо, операции, но так, чтобы жители знали, куда что идет, чтобы это средство ненаглядной агитации было, значит, обморозовано, чтобы любой житель мог прийти, попросить за определенную даже плату, взять тот или другой отчет, то или другое направление ЖЭКа, сксеропировать это, и, значит, потом работать с этой ксерокопией. Вот. Теперь Шейн ставит вопрос о том, чтобы заказчики, ну, тоже РЭО, там, ЖЭК и так далее, при подборе, так сказать, вот подрядчика, который должен подписаться и менять там магистральные какие-то тракты, или делать в жилище, в доме какой-то ремонт и так далее, все это должно проходить на конкурсной основе обязательно, с привлечением жителей, чтобы они могли прийти, послужить, дать свои предложения, и чтобы это было решение, опять, наглядное, чтобы жители знали, кто и что, и могли в любой момент или ждать обвод, или выступить с предложением и с критикой, так сказать, вот тех же образований типа ЖЭКов и прочее, потребовать отчета, то есть, опять, положить все вот на этот наглядный, так сказать, уровень, чтобы огласка была везде и все. И вообще, вот метры, скажем, и так далее, завести, ну, хорошо, мы не можем в каждой квартире, чтобы избежать этих воздушных перемещений, вот за ту воду, которая где-то не дошла до дома и так далее, пожалуйста, будем платить по этим приборам, вот, а все остальное, это значит, и сдержки здесь, и вкладывание, и инвестиции и так далее, должны делать те службы, которые, соответственно, отвечают за это, распределяют и организуют эти работы. И самое главное, что нельзя говорить сегодня на этом этапе о реформе, до тех пор, пока зарплата, пенсии и так далее не будут подтянуты, вот мы все говорим, ниже уровня проживания и так далее, минимального. Так вот, первоначально в проекте там сказано, что надо достичь этого уровня, чтобы люди жили, ну, более-менее достойно и так далее, чтобы они имели возможность, вот, участвовать в этом деле сознательно и так далее. А до тех пор, пока зарплата у нас ниже проживающего минимума, ни о каких реформах в действии, можно в постановочном плане, можно где-то говорить, усовершенствовать там, предлагать, но в жизни эти реформы не могут и не должны пройти. Это, конечно, понятно всем, потому что, как я говорю, жилищно-коммунальная реформа, она касается буквально всех. И восприняли это активно очень, ну, жители, это само собой, в регионах и так далее. Но и работники коммунальной службы, потому что они понимают, что это нереально, это опять пойдут там задолженности, невыплаты, на них никто не обращает внимания практически, не создают там условия нормальные для службы. А они являются вот как раз тем местом, куда выливается все недовольство, причем оно проявляется в разных формах жителей, и сверху это, и тем более жители понимают, что они проводят, ну, антинародную политику вместе с той кликой, которая это дело задумала и так далее. И вот воронежские события. Ну, я знаю, что там ребята и наши, в основном, молодежь подключилась, когда ФНПР стал проводить эту акцию, которая прозвучала там по всей стране. Они, ну, это формальная была акция и так далее, ребята добрались до микрофона, они на этих болевых точках заставили, значит, народ, который пришел и привезли организованную там на автобусах и так далее, всклыкнутся. А вот у нас, у нас посыпались требования, ну, вы знаете, во что это вылило. Сейчас там комитет есть, в который входят самые, так сказать, разные движения, ну, он может вот сейчас не особо активно работать, но, однако, они готовы поддержать, там есть и проектники, и есть там люди из ФНПР, есть профсоюз защиты, вот, есть другие движения. И вот они, значит, ну, во-первых, выпросили газеты, листовки выпускали, работали с людьми. В Магадане очень активно, понимаешь, вот, по этой реформе провели ряд пикетов. На Алтае и по большим городам эта компания, она, так сказать, долговременная. И, учитывая, вот, резонанс этот, несмотря на то, что было принято решение на весенней сессии и все принято, значит, правительство решило отступить, и оно вынуждено было отступить. Раз появился альтернативный проект закона, значит, надо обсудить его с субъектами федерации. Там рассылали централизованно, значит, власти оба проекта. Мы по своим каналам, и не только по своему, законодательные органы и так далее, тоже разослали, чтобы подстраховать их, потому что мы знаем, как это делается. Там проходят сейчас совещания, проходят, значит, на них принимаются решения. И таким образом, во-первых, мы задержали сейчас действия вот этой новой реформы, хотя и в Москве, и в других городах. В метро едешь, постоянно говорят, что вот проводится такая реформа, подготовка, надеемся, что жители правильно примут, и прочие тоже. С нашей стороны, и мы, конечно, к этому готовы, и по-другому нельзя. Ну и другие тоже вот силы. Ну, скажем вам, Зюганов 10-го проводит на спуске, там, около Кремля, на Красной площади, большой митинг, посвященный ЖКХ. Приглашал он всех, левый, так сказать, спектр разных движений и партий, где пытался, значит, объединить усилия под ЖКХ. Но мы-то что-то знаем. ЖКХ, это так же, как и трудовой закон, это наша прерогатива. Во-первых, потому что наиболее обездоленные, это все-таки вот люди, найма, которые входят в наши рабочие коллективы, в союзные коллективы и так далее. И здесь перед садом нельзя. Ну, лозунги там самые такие нормальные вроде. Ну, будем участвовать, если там дадут трибуны и так далее. Но главное, по всем регионам, вот, идет сейчас компания подготовки, первые этапы прошли, и все. И Шейн, ну, просил поддержать, естественно, вот, его позицию, его проект, вот, закона по жилищно-коммунальной реформе. Я хочу вас и надеяться на это. Это будет еще одним, так сказать, рычагом для того, чтобы активизировать наши, так сказать, силы. И я думаю, ну, и вообще-то мы высказываем такой верность, что это, по-моему, обострение социальной ситуации в стране. Потому что одно дело, к сожалению, мы говорим, мало людей приехало. Но здесь есть объективные причины. Там был свет, сюда приехали. Но, когда сидит обыватель, ну, я себя к ним отношу, я слушаю, да, вот, там где-то, вот, понимаешь, в Германии, вот, что-то, то-то, то-то. Это далеко от меня, Германия. А вот это ЖКХ, оно рядом. И оно начинает с меня эту стружку снимать. Потому что я это чувствую, вот, кожей своей. Поэтому, конечно, здесь равнодушных не будет. И от того, как мы будем работать, от нашей активности, вот, как организаторов, понимаешь, инициаторов этого дела, во многом зависит, насколько мы сможем, вот, выхолостить, так сказать, вот, те задумки правительства, которые были. Ну, и будем бороться. И будем бороться, наверное, же, за этот закон. Так же, как, вот, за трудовой закон. Хотя, в общем-то, там и время для раскрутки было большое, и все. Я вот уезжал из Москвы, я специально зашел, поинтересовался все-таки, а когда будет первая служба? Не будет, пока. Но, вот, 16 октября, ну, это уже совсем рядом, на комитете будет рассматриваться, совет комитета, будет рассматриваться тот комитет, который готовит это решение. Вопрос о вынесении, на какое число вынести, вот, этот закон о реформе. Ну, после этого, эту информацию, конечно, мы оперативно передадим и так далее. Я только одно могу сказать, что, так же, как они протаскивали те законы, да, они могут попытаться как-то потащить быстро, понимаешь, первые чтения и прочее. Мы знаем их тактику во всем. Но может быть, может быть, потому что они анализируют довольно серьезно, и там идут отзывы с мест и так далее, где говорят, что сейчас это не реально, и такие отзывы есть и так далее. Примут это вот и как-то сдвинут. Но во всяком случае, это один из актуальных вопросов, который сегодня должен вот у них быть на повестке дня, и они попытаются его решить. От активности нашей и так далее во многом зависит, как мы сможем предстоять этого. У меня все. По этому вопросу. У меня информация у нас была, что ФРБ и ТПР, когда начали проведение акций на 17-е число. Мы уже больше месяца, ну не знаю, месяца два, наверное, ну и так, активно, где-то больше месяца. Счет того, что мы будем 10-го числа проводить месяц, как раз программу приоритетации «Зенитута». И они взяли, и что сделали? Сделали ход конем, то есть неделю сдвинули. То есть с 17-го на 10-го. И так, мы посмотрим, куда люди придут. Сюда или сюда, или никуда. То есть если бы 10-го проводили и 17-го, то есть пришли бы не сюда и сюда, а так вроде надо расплываться, да? Сюда или сюда, а кто-то вообще никуда. Такая война. Это раз. А второе, то есть эту, ну, жилищно-коммунальную, они сейчас еще только будут назначать на первое чтение. А вот правительственная программа, акционирование и декоратизация «Зенитута» город, она в первом чтении уже принята. И вот только вот теперь уже будут назначать, когда проводить второе чтение. А третье потом, что-то ничего не делали, и потом уже здесь. Там вообще ничего не решают. То есть тут уже маленько, то есть акценты-то смещены. И жилищно-коммунальная реформа, это хорошо, конечно. Сейчас уже люди, фактически уже, по факту, оплачивают 90% стоимость. Там какие-то 5-10% осталось доплатить, это ладно. Нет, ну, конечно, это все равно плохо. Ну, не очень ощутимо в любом случае. А вот программа акционирования и декоратизации железных дорог, а многие, очень многие ездят на электрических, на поездах и так далее, вот сюда вот, многие не доехали, да, допустим, на билеты денег не хватил, грубо говоря, скажем, да? А вот когда билеты в три раза дорожим станут, а поезда в два раза меньше ходить будут, ну и безопасность движения в 10 раз ухудшится, вот это уже вопрос, конечно, интересный. Поэтому тут приоритеты надо, прежде всего. Ну, это уже все равно завтра, насчет этого. Я понимаю, я только хотел уточнить единственное, что когда я говорил, Зюганов там призывал всех выйти и прочее, это вовсе не то, что шею занимают, что там еще кто-то. Я поэтому от них маленько расставил. И не было такого случая, вот я тебе как на исповеди скажу, чтобы Зюганов не просчитывал все из своих конъюнктурных целей, если это вот им выгодно, да, они проводят. Тут есть возможность объединить вокруг таких полевых моментов все там, скажем, весь спектр левого движения и прочее. Пытаются оседлать и прочее. Это не получится, конечно. Поэтому я и говорю, давно начали по жилищной коммунальной реформе. И по вашему, конечно, вопросу, он очень больной и так далее. Но он не может, это ваше вопрос, это вопрос всех. Да, конечно. И работников, и рассажиров. Ты прав, прав. Это не наше. Совершенно верно. Нам по барабану, мы не будем ничего делать, а вы будете панать. Но и вы будете делать, и мы будем. Мы не будем делать. Да вы будете панать на эти северы. Мы не будем делать, потому что у нас людей... Ну, понятно. Понятно. Я доложил вот позже. Когда вам жжем больше. Хотя это вопрос очень серьезный и так далее. Я единственное, я могу предоставить вам возможность, что я могу. Приедешь в понедельник. Ну и пойдем туда, понимаешь, посмотри ему в глаза и скажи. Я повторю то же самое, понимаешь. Ну, утрется и... Вопросы есть? К сожалению, это так. Вопросов нет. Вопросы много, вопросы все на то и то же упираются. Избавиться, без... Да, спасибо. Кто хочет выступить по этому вопросу? Пожалуйста. Прямо рукусь. Представляете? Ага. Заваличин Владимир Петрович, секретарь Ивановского городского комитета КПРФ, член Союза рабочих города Иваново и старший мастер локомотивного депо Иваново. Вопросы у нас на... Вопрос, все правильно, ЖКК. Значит, мне очень приятно, что рабочие вспомнили, что есть жилищно-коммунальная реформа. Когда в прошлом году в это время мы собирались и мы поднимали вопрос о земле и жилищно-коммунальной реформе, то здесь сказали, что... Ну что, ребята, давайте вопрос по трудовому кодексу сначала, а потом уже будем все остальное. Ну, слава Богу, что мы и пришли к этому вопросу. Приятно слышать. Я почему так обрадован? Потому что в течение всего лета мы, коммунисты, занимались тем, что агитировали людей, себя в городе Иваново, и не только в городе Иваново, а везде проходило это. А ходили, встречались с населением, собирали подписи. У нас по Иванову собрано 9 тысяч подписей против жилищно-коммунальной реформы. Эти документы, направленные на правительство, в Думу, значит, мы добились того, проведением своих акций, что мэр города отступился, сказал, что до марта месяца проводить пересмотр повышения цен он пока что не собирается. И он вроде бы и хороший, и он понимает, что народу жить плохо и тяжело. Результаты той работы нашей видно, конечно. И ощутимо люди ее чувствуют. А по жилищно-коммунальной реформе это не просто так 10%. Это намного серьезнее. Дело все в том, что нигде не обсчитана эта стоимость расходов на жилье, которая должна происходить по теплу, по электроэнергии, по коммунальным услугам. Никто их не обсчитывал. И она постоянно растет и растет. Они вроде бы ее повышают в связи с тем, что инфляция поднялась, потом повысилась, что где-то, значит, землетрясение, потом еще какое-то. Потом говорят, у вас 60% только коммунальных услуг. Не 80, не 70, а 60% пока мы платим, насколько я знаю, коммунальных услуг. И если они соберутся их доводить до 100, то это будет не 100%, это будет 180-200% от того, что мы сейчас платим. Уже сейчас просчитано, что где-то до 500 рублей они собираются довести и все эти расходы по коммунальным услугам, которые есть. Основной вопрос, который мы считаем необходимым, обязательно рабочим взять на себя, это организация, хотя это и тяжело, организация контроля, как правильно товарищ говорил, контроля деятельности МЖХ, ЖУ и всяких-всяких-всяких комитетов. Почему? Потому что уже установлено де-факто, что они занимаются приписками, составлением любых отчетов и получая деньги на коммунальные услуги и оформляя вроде бы ремонт жилых домов, они такую работу не производят и деньги не выходят на сторону. А для того, чтобы проконтролировать их, необходима общественная организация. Такая общественная организация предусмотрена законом, это территориальное общественное самоуправление по месту жительства. Если мы не создадим такое, чем мы сейчас занимаемся, со своими демократами, там воюем, по судам, значит, ходим, пробить их не можем, потому что сейчас вся власть у них в руках. Значит, если мы такие тосы не организуем по месту жительства, не сможем взять под контроль деятельность домовых комитетов, брочь нам цена. Так нас и будут как липку оббирать, а дома будут, значит, с разбитыми подъездами, с текущими крышами, без освещения, без стекла стоят. Это очень важный вопрос. Он не менее важный, чем и железнодорожный транспорт, потому что железнодорожный транспорт еще развалить не так просто, а здесь развалить, и он разваливает уже, бог знает, сколько домов. Я не знаю, может быть, кто-то не ходил по домам, а вот я когда хожу у себя по Иванову, то страх смотреть. Те дома, которые построили еще в 60-х годах, они еще в более-менее нормальном состоянии, а те дома, которые постройки 50-х, 60-х, это что-то страшно захотеть, они в аварийном состоянии, и люди уже никогда не получат квартиру, их никто не переселит в новый дом, и отремонтируют домовые квартиры, это их не хотят, то есть эти домком эти, как они там называются, жители, да, жители, они их не хотят ремонтировать, потому что там статьи надо вкладывать, деньги сумасшедшие, а отдача от них никакой не получит. А за капремонт, а теперь не только капремонт, теперь там и технические услуги, и прочее, прочее, прочее. Поэтому я призываю рабочий комитет на это обратить особое внимание. Насчет оплаты, да, действительно, повышение заработной платы не должно прикоснуться нашего кармана, и определена сумма 10% от совокупного семейного дохода, не более этой суммы, кстати, эта сумма общеевропейская, в Европе именно придерживается этой суммы, не более 10%. И именно коммунисты в своих требованиях, которые мы выдвигали на референдум, который у нас сорвался, в связи с тем, что более хитрые господа из Думы, Единства и прочие компании смогли обойти нас на законодательных основах и на основе того, что у них большинство в Думе. А если бы мы смогли провести этот референдум и организовать его и провести, то я думаю, вопрос бы так уже не стоял, и вряд ли кто бы начал принимать закон, который не был бы согласован народом. Насчет 10-го и 17-го. Значит, 10-е и 17-е. В чем дело? 10-го числа будет проводиться митинг коммунистами, оградной партии и всем левым движением, которые не согласны с тем, что произошла отмена референдума. Именно по этим вопросам. Кстати, одним из вопросов в референдуме это было не допустить приватизацию РАОЕС и железнодорожного транспорта. Именно на 10-е число было намечено. Именно на 10-е число этого месяца. 17-го числа будет проводить ФНПР. ФНПР, он самостоятельно проводит, без участия коммунистов в Москве. В региональных регионах, я здесь не знаю, в Иваново мы будем подключиться к ихнему, мы приняли решение, к ихнему митингу со своими лозунгами, со своими призывами и со своими выступающими, которые выступят именно в разрез того, что будет говорить ФНПР. Так как мы не поддерживаем того кодекса, который они протянули через Думу. И поддерживать их никогда не будем, если они идут против народа. Вот я, если что-то... Так, кто еще желает выступить по этому вопросу? Очень интересная тема, очень интересное выступление. Нет желающих? Нет. Пожалуйста. Нет. 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 Ну и что я хотел сказать по поводу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вообще-то говоря, ничего особо нового в этой проблеме нет. По сравнению, допустим, с проблемой того же, с того же трудового кодекса. Проблема все та же самая. Вот эта власть, она будет с нами делать все, чему мы не сумеем препятствовать. Но, в принципе, я полагаю, что любая власть сделает с народом все, чем он не сумеет воспрепятствовать. Но, правда, есть и другие мнения, что советская власть вроде бы сказать в вододействовала. Но это уже вопрос вкуса. Поэтому я, конечно, поддерживаю позицию Виктора Петрова, который Виктор Петров озвучил. Конечно же, надо поддержать усилия Игорь Васильевича Шейна, и, конечно же, надо высказать поддержку его законопроекта. Чисто политически, чисто оптически совершенно по-другому. вопрос в другом. Вопрос в другом. Если речь вести о том, чтобы реально, реально бороться против того, я не знаю, беспредела, который над нами хотят в очередной раз учинить, и вот с железными дорогами, это то же самое, абсолютно. Надо, нас же как-то повышать активность и далее. Ну, короче говоря, нужно как-то заниматься, что-то делать в этом направлении, а вот что-то получается слабовато. В связи с чем? Ну, молчит наука. Что касается процентной оплаты за жилье. Вообще-то говоря, вообще-то говоря, современное жилье, современное жилье, в структуре затраты семьи, вот, затраты на современное жилье, если не будет никаких дотаций, никаких субсидий, там, ничего, это порядка шестидесяти процентов семейного бюджета. Это чисто объективно. Если говорят, что в Европе десять процентов, не больше десяти процентов, значит, надо понимать, что вот эта разница между шестидесяти процентами и десяти процентами, это государственные дотации. То есть жилье там планы убыточные, там государство все это содержит и финансируется еще перераспределением там сообщественных фондов потребления. И опять-таки это все вопрос политический. А вопрос политический всегда решается как? Пропорционально квадратно соотношения силы. То есть все упирается в то же самое, в то же самое. Понимаете? и вот мы можем очень много говорить о том, какую тактику применять, какую методику и так далее и тому подобное. Но все в конечном итоге, конечный результат, в принципе тот положительный эффект, которого мы сумеем достичь, он всегда будет определяться теми ресурсами, которые затратят извините меня за это выражение население на защиту своих собственных интересов. Я возьму себя смелостью утверждать, что в современном обществе, которое относится к европейской цивилизации, член этого общества гражданин, он объективно вынужден тратить на защиту и отставить своих интересов от 10 до 35 процентов своих ресурсов. Это и денежные ресурсы, и материальные ресурсы, и временные ресурсы, и вот теперь давайте смотреть, товарищи, вот если, если, есть люди, которые согласны тратить эти ресурсы на то, чтобы защитить, отстоять свои коренные интересы, да, они их отстоят, если они, если они не будут тратить эти ресурсы, они потеряют то, что имеют, это неизбежно. Вот, еще во времена, так сказать, развитого социализма, я тогда не ищу тратить, да? Я тогда довольно активно работал в комсомоле, интересовался проблемами обществе развитого социализма, активной жизненной позиции, даже книжки читал специально по этому поводу, и вот с тех пор помню, тогда считалось, что для того, чтобы нормально функционировала как-то советская социалистическая общественная система, каждый взрослый член общества должен был затрачивать не менее двух часов своего личного времени в неделю на общественную деятельность на благообственную, безвозмездную деятельность на благообственную. Сейчас это, конечно, цифра, вообще говоря, возросла неизмеримой потребности, а вот как это потребность удовлетворяется, вот большой вопрос. И вот то, что у нас, вообще говоря, рухнула вот эта советская социалистическая система, вообще-то говоря, во многом из-за того, что подавляющее большинство населения не хотели тратить вот эти два часа в неделю на общественную работу. Вот Александр Владимирович, как тоже, так сказать, комсомольский активист, в недавнем прошлом, он меня, видимо, так сказать, в этом поддерживает. Вот, собственно говоря, ответов у меня на эти вопросы нет. Есть ли какие-либо вопросы? Работать надо. По вопросу? Да, да, да. Давайте по делу. Не надо нас учить, за ее против, если у нас не будет. Дело в том, что, как сейчас сказали, да, это будет перевер, это не решат. Это правильно сказали насчет этой жилищно-коммунальной реформы, реформы железнодорожного, транспорта, там, семейный, троте, и в том числе и приватизация, взлет, и дорога согласен. Все это бабушки из одного ряда, то есть и буквы одного слова. Тут все понятно. Ну, вот дело в том, что, как это сделать? Да просто все. Ребят, тогда два часа надо было тратить. Ну, так называемого, развитого социализма. В общем-то, нормального социализма у нас и нету, по факту, и тогда. Капиталовый социализм, это в Швеции такая модель была, но там с участием капитала, и только из-за того, что они боялись нашей системы тоталитарной. То есть она, ясно никогда, она не была социалистической. Вопрос. Вот реально. Могла бы стать, если бы действительно каждые два часа в неделю тратили на общественную работу. Могла бы стать, то есть, но не было бы такого дурдома наверху, естественно, что сеять кукурузу, а пахать в декабре. Это понятно. А сейчас, да хоть-то один, другого-то нет. То есть, а какой? Просто от простого к сложному и поехали. Просто, значит, то есть, эти российские, ну, то есть, российские комитеты работают, Мы тут собираемся и какие-то, ну, основные положения двух, и чтобы это уже потом как-то в виде примеров. Не догма, а вот пример. Можно делать так. Можно как-то иначе, если у вас получится, хорошо. Но, как от простого слова. Один человек что-то может сделать? Ничего. на предприятии. Профсоюз может что-то сделать. Если он сильный, если он набрал силу, если там... То есть, это все баланс сил. Вот часть баланс сил, ну, не наших, миллион процентов. То есть, гибко упала, а наш франклер наверху, очень легкий. Баланс сил, как его привести в соответствие, хотя бы, чтобы висеть, так сказать. Просто все. Увеличивать численность, в соответствии. Объяснять людям. То есть, это говорить, говорить, говорить. Не только говорить, выпускать газеты, листовки, показывать на примере и прочее. Что вместе мы с силой на положительных примерах. Можно иногда не показать, отрицать, например, когда он особой роли не играет, а можно его выделить, что вот что получилось, когда никто ничего не хотел. Харильский Никита или еще что-нибудь. Вот что получилось, ребят, красное сорвало. Вот что получилось, Кахар Бендукифер. Взял себе завод, взял. Не хотели отстоять. А почему? Потому что не сделали из своего правительства профсоюза. Нормальный профсоюз, реально. Просто собрались, сделали выбор, активисты, начали они работать, а остальные, ну, все. Профсоюз на отдельном предприятии, в отдельной отрасли согласен, что там уже. А выше, а дальше, на уровне региона, на уровне страны. Ничего не может один профсоюз, их много, профсоюзов-то. Реально что? Реально 12 января собрались, учредили партию. Может быть, что-то там не то, что-то не так. А кто мешает изменить? Легко. Приехали на очередной съезд и внесли свое предложение, если они нормальные, то есть там-то собрались кто? Представители новых профсоюзов, реальных профсоюзов. Я не говорю специально, не говорю слово свободы. Там, независимые, свободы. Есть ФНПР-овские профсоюзы, которые действительно делают дело, реально делают дело. Хотя входит в систему ФНПР. Есть профсоюзы, которые входят в КТР, ВКТ, в СОЗПР, которые ничего не делают. Переделывают много во время. И такие есть. Тоже. Невзошли. Но реальные профсоюзы, они действительно делают дело. Так вот, они собрались, учредили свою партию. Допустим, все пройдет гладко, ну, шероховано, что-то. Все зарегистрируется, есть партия. Нету партии денег. Как их сделать? Легко. Как выдвинуть своих кандидатов, во всех регионах, и в том числе и в списке по стране. Тоже легко. Как программа выборов сделать? Тоже. То есть, ну, можно собраться, подумать. То есть, люди-то грамотные, да? И придумать какие-то программы, варианты и все. Без всякого пиара очень здорово. Просто это делается, как голосовал этот депутат. Вот так. А вот этот, вот так. А что мы предлагаем? Вот это. Чисто уже на листах. И по всем основополагающим наш законам, которые уже приняты, как голосовал вот этот фрукт от Единой России. Вот так. И вы хотите еще что-то такого? Еще на 4 года, пожалуйста. Не хотите? А вот наша программа. И вот законопроект. Об отзыве депутата, если он что-то... все, еще раз носит. Ну то есть, постой путь. Профсоюз, партия, объединение и общая работа. И объяснять, объяснять, объяснять. Если ты сегодня не сделаешь этого, завтра тебе будет хуже. И послезавтра хуже. То есть, проблема какая? Вот пол, вот ступенька, вот скамейка, вот стол, вот трибуна. Где? Стоит человек на полу, стоит человек на трибуне. Откуда он выше прыгнет? Сейчас гостребуют, что он здесь ногами стоит. А если здесь, значит оттуда. Так мы сейчас пока на скамейке, потом можем быть, я там приступочки, а потом можем оказаться на полу, а потом могут в полу дырку еще пробить, и будем вот в той дырке. То есть, то есть, объяснять, это просто что. Получаете вы сейчас 5 тысяч? Хорошо, легко, через 2 года будете получать тоже 5 тысяч. Цена будет в полтора раза дороже. Ну все, хотите, делайте, не хотите, давайте объединяться. Приходят люди сейчас, вот новый троллевой кодекс принял, и бегом приходят, а можно? Приходите. Да нужно. А сегодня можно? Дать стенки. Позавчера не было. Значит, сегодня нельзя. Сколько взяли? Легко, ступали. Но только тогда сделай вот это, и вот это, пожалуйста. Сразу его активизировать. А если он просто так вступил, чтобы ему тогда защитились босны, то зачем ему? Он даже пристремно придет и согласен будет сделать это, это и это, лишь бы приняли. Вот и все. Потому что он боится, и что его защитить-то не кому. Я не уже понимаю, как производится, правосоюз это сила, реальность, что это, что в партии это сила. А кто нам мешает это доказать? Легко, собрались и начали что-то делать, и все. И в том числе и у ЖКХ. Мы проиграем вот эту борьбу за ЖКХ. Это просто гарантия. Мы проиграем и борьбу за приватизацию железной дороги. Нет у нас сейчас таких сил. Мы будем делать все, что можно, но мы проиграем. Реально. Я говорю, ну просто реально, исходя из отношения сил. Другого возраста, нет такого принципа социального партнерства. Это чушь, которую они выдумали специально, чтобы оболванить, ну в общей сложности туповатую массу общую. Потому что я, ну то есть, я конечно противник этому. Но объективно, основная масса рабочих процентов где-то 70. Это я уменьшаю. Это действительно рабочий скот, быдло, которое не хочет себя защищать. Так наша задача из них сделать людей, которые чувствуют себя людьми, свободными. То есть, чтобы они, есть люди, которые ни там, ни сям, да, вдруг пронесет. А есть действительно, вот начальник сказал, вот, все, караул пришел, спасаться надо. Не пришел караул. Ему можно объяснить, что слушай, ты такой же, как этот начальник, так же писал заявление, прошу принять на работу. Так же его нужно уволить. И тебя нельзя, если тебя защитит организация. И все. И ты человек, ты не выдох. И он тогда поймет. А если сто раз говорить, что ты свинья, он захрекает на сто первый раз. Легко. Причем ему уже 95 раз сказали. А никто не возразил. Поэтому тут способ простой, как это сделать. То, что мы все это проиграем, так проиграем, так силы наращаем. И тогда, в конечном результате, выиграем. Только никакой диктатуры пролетариата. Это тоже чушь собачья. Плесиевые кобылы. Потому что пролетариата у нас в стране 20%. Причем они не организовываются. И какая диктатура. Я вот, того рядом, да здесь в зале сидят больше половины, у которых высшее образование. Которые что-то думают. И у нас производство-то развивается. А раз развивается, значит, даже на том же станке скоро человек будет слышен образование работать. Он только теоретически рабочий. А по факту он там оператор и прочее. И он отдаст власть в Урбину. Который ничего не знает, ничего не умеет. Вообще ничего не знает. Который только хочет учиться экономически и юридически, но не может и не будет. И ему вот этот власть. Да это другое. Работники, да, работники различных сфер, и которые на деле доказали, что вот они, представляя интересы других, теряют и время, и деньги, и еще что-то свое. То есть отдают других. И сделали это, это, это. Вот это да. И не диктатуру уж никак. А власть. Работники. Реальность работники. Это не диктатура. Это выберут тебя. Если выберут. Или меня, или его. А могут и не выбрать. Тем более уже идет политическая. Политическое спорте. Это перерыв. И она ответит, как сделать, чтобы этого не было. Вот это любой вопрос, сделать именно так. А другому не получится. Только можете объяснить его. Так что объясните его это. Чтобы он понимал. Если калосы. А кружек калоса. Это он же калос. Это перекосы, кидать. А потом, брату вас. На первую руку. Надо расслабляться, а надо работать. Ну, да, конечно, кто не курит, им легко. Нет, кто-то здоровьем. Я хотел бы обратить внимание на совершенно не одинаковое положение различных нынешних инициатив и различных проектов, которые обсуждаются на месяцах. Хотя можно их разделять или соединять, но они в разном совершенно положении. Значит, по ЖКХ. Это единственный, так сказать, вот пункт, по которому у нас есть альтернативный проект Думы. У нас здесь такая ситуация, хотя не в таких масштабах. Как по-бойному случаю. Есть выделенный решение для проекта, есть возможность его поддержать однозначно и выступить против правительства. Не ставьте вопрос так. Есть прогрессивный проект Шейна, есть реакционный проект правительства. Вы за прогрессивный, вы за альтернационный. Мы лично будем поддерживать прогрессивный проект. Вот наша позиция. Значит, в отношении жилищной, в отношении земельной реформы никакого законопроекта, ни один депутат, и там тучи бьются всех практик. Ни один, никакого альтернативного законопроекта по земле не внес. В том числе и дорогая наша любимая пожарная парка, пожарная группа. Там же никто не внес. Ни ближайший проект тоже с городом, я участвовал в том, чтобы его продвинуть к губернатору, например. И говорят, что вы давайте, если надо, мы поддержим газеты и так далее. Нет, они все время хотят выступать против и плестись в хвосте. Потому что никогда, никто никогда не выиграет, если он свою альтернативу не внесет. Теперь по железнодорожному транспорту. Здесь третья ситуация, это мы еще будем говорить. Я просто сейчас хочу сказать, что давайте это все будем разделять. Железнодорожному транспорту никто еще не внес ничего в ДУК. Есть правительственная программа, а это не законопроект. Никакого законопроекта не внесено. Если бы мы успели внести законопроект профсоюзный, прогрессивный, развития внедорожного транспорта, а пока там правительство чухалось, мы бы вообще сделали такую вещь, которой не было ни по жилищной реформе, ни по кодексу. Потому что по кодексу, сколько мы не ходили, не убеждали, а в лиане. Ему раз говорится, внесите. Нет, вот пусть правительство внесет, тогда я внесу. Я говорю, Ему раз, Георгиевич, вот его вы сейчас внесете, и будет у правительства альтернативнее. Но у вас основное внесите. Нет, вот 24 февраля внесло правительство, а потом внес а в лиане 3 марта. Ну все это там на несколько дней, все было готово. Нет, вот обязательно будет плестись в хвосте. Обязательно он не хочет быть машинистом, а хочет быть прицепным. Вот зачем это прицепным? Хотя, уже как только он внес, все, все теперь двое. Значит, время каждый раз делится на два, каждый раз доклад на заседание Думы, на отзыв ведется другой на проект. Вот сейчас все это раскололось по жилищно-классовой реформе. Я хочу довести до сведения участников данные, которые проводил Олег Васильевич Шерин. Значит, значит, после того, как внесены оба проекта, первый проект прошел отзывы, получил отзывы законодательных собраний и губернатора. Затем был внесен проект Шерина в самый последний день. Скажем, если успел в последний вагон, вот в последний день. Но из-за этого что получилось? Значит, его надо отправлять на отзывы, пока он все отзывы не получит, никаких рассмотрений, ничего не будет. И идет, значит, процесс собирания отзывов. Значит, процесс собирания отзывов, что получилось? Значит, губернаторы, конечно, в основном саппроекты правительственные. Значит, что касается законодательных собраний, то, в общем-то, не получается. То более половина, примерно половина за проект Шерина. И сразу задумайте. Половина за проект Шерина. Значит, будут докладывать на предварительном собрании, что вот столько, то столько законодательных собраний. Раскол получается, как бы в стране. причем у нас, скажем, в Санкт-Петербурге губернатор за правительственные. Законодательное собрание у нас вообще хуже не найдешь. А, ну, это проект Шерина. Проект, например, этого нового колоса, они всегда были против. А тут один проект Шерина. То есть, тут, когда это дошло, дело таких вещей, тут начинается такой разбродывание. То есть, единая государственная система еще раз нам демонстрирует. нас вот очень мало. Но вообще, чтобы вынуждены законопроекта ничего не надо. Скажем, если в изорожнике напишут законопроект, шеюнию, и все, и будет законопроект, и опять они будут все это посылать. Если даже мы просто посчитаем, сколько рублей сэкономил Олег Васильевич на том, что он, скажем, внес пожилищно-командарной реформе, это ведь во что упирается. Ну, или раньше вы начнете много платить, или позже. Вот, как раз, так еще я вам любит считать. Посчитайте, если позже, на три месяца, люди получат стопроцентную квартиру, сколько миллионов рублей будет оставлено в шельках от карманов налогоплательщиков, которые они точно уже платили, а они теперь не платят. И спасибо за это за скрытие. Олег Васильевич, я думаю, спасибо надо ему сказать, что российский комитетараборчик. Чисто коммерческий для всей грехи, не то спасибо. Хотя, само внесение, ну, ни такого страшного процесса не представляет. Мы уже знаем, механизм достаточно хорошо. Виктор Михайлович говорит, что нет таких проблем. Вносится на проект, пишется обоснование, обоснование никаких требований. Вот мы с Александром Васильевичем обсуждали. Что писать обоснование? Я говорю, что писать? Напишем, что не требует никаких затрат. И поэтому, это все обоснование. А счетчики, чтобы они не наповесили, что вот у вас же счетчики предлагаете, вы поставили, а счетчики на счет муниципальных. А, да, да. И все. А за счет госбюджета ничего. А там очень строго написано, что в тех случаях, когда требуется расходность бюджета, требуется заключение правительства. То есть, на экземпроект Шейна заключение правительства не требуется. Хотят делать заключение, пожалуйста, не говорю, это на это правительство внимания не обращают. У нас инфляция в правительстве, ничего страшного в этом мире. То есть, я хочу сказать, что давайте будем разбираться, в каком случае, какая ситуация. Митинг может быть один, но тут ситуация должна быть разная. То есть, по земельной реформе, я думаю, рыба уплыла. Уплыла, потому что вовремя, годика три назад было внесено в проект. Не в том смысле, что не надо все равно выступать. Все равно выступать надо, может, и на баррикадах придется выступать. Но рыба в этом смысле, в смысле закон уплыла. Вот такая. По ЖКХ не уплыла, а по земельной реформе еще не проплыла. Поэтому здесь мы можем что-то тоже делать. Среди плеснеть. Среди плеснеть. Тут она, вот она уже. Да, вот она, тут уже близко. Да, близко уже. С первого января не ждут законов жилищных, они уже проводят. Уже первый этап закончился. Немножко забегать, вперед я сюда. Закончился первый этап. Чего? Ну, реформу железнодорожную. Первый этап закончился. И переходил на следующий год. Нет, нет законопроекта. Ну, как я же вам показал приказ о сокращении, людей начали сокращение. Кажа, есть а в Думе законопроекта? Нет. Нет, в Думе. Есть исполнительная власть, есть законодательная. Никто правительству не мешает проводить любую реформу. Пока депутат не мешает. И нет, кстати, законопроекта о запрещении проводить вот такие вещи, которые вы мне показывали. А кто мешает внести? Ну, например, я так понимаю, Олег Васильевич, ну, не может вообще вопросов внести, не опираясь на какой-то такой содержательный материал. Вот по ЖКХ вот сам просто знает и написал. А никто ему, никто это не принес что-то не предложил, а жарно. Если что все депутаты сам не сможет. То есть я что хочу сказать, что вот желательно это сделать. Поэтому я думаю, что в данном случае, если говорить о том, что мы должны сделать сегодня, поддержать. Во-первых, поблагодарить Олег Васильевича Шейна раз, за то, что он внесся так вовремя, если временно альтернативный проект раз. Во-вторых, я думаю, что мы должны поддержать его проект как прогрессивный и отличающий интересы большинства населения. И отвергнуть и осудить проект правительственный как реакционный и противоположный интерес народа трудящих и как антинародный. И, наконец, мы должны обратиться к депутатам Государственной Думы с просьбой поддержать проект Шейна проголосовать против правительственного и со своей стороны пообещать, что мы это голосование учтем, когда будет формироваться состав новой Государственной Думы. Такое гавкое обращение и позвать. Было ясно, что мы за тех, которые будут голосовать за этого ЖКХ не будем. А там сейчас один рычаг, который действует на этих депутатов в данном случае. Я думаю, что у нас здесь присутствуют помощники депутата Шейна, вооружившиеся с этим решением. Они сделают, так сказать, покатаюсь, а Ругунов, он по железу, ворону транспорт, который внесет по всем депутатам наши соображения, предложения. Виктор Михайлов самобеспечит, что это дойдет до всех депутатов по ЖКХ. Ну и тем самым, тем же неизвестно, из-за мировой практики на парламент должно быть давление народа. Если давление народа не будет, то гадости будут оттуда выходить. Если давление народа будет, гадости будут выходить вниз. На счет 10-го числа подключатся ли рабочие? Сейчас в февротеста. Микинг у вас есть. Собирать подписи. Подписи шли туго. Люди, так сказать, уже всем все надоело. Буквально собирал подписи на том, что пришел и говорил в квартиру против грабельской жилищно-коммунальной реформы. В основном почти все подписчики открывали квартиру. Единственное, о чем я уже сейчас сказал, что это пытаются использовать против нас. Большое спасибо. Понятно. Президент. Значит, несколько слов. Мы, на мой взгляд, несколько проверок рассматриваемый вопрос. Вообще-то реформа ЖКХ задумана по центру другого. Параллельно с принятием закона на реформе ЖКХ принимается еще и постановление о строительстве специального жилья пониженной реформности. сообщения. Вы учтите это. Все время общения. Совершенно верно. И проводите мировые. Вообще, все реформы, которые сейчас проводятся в стране, мы должны называть вещи своими мировыми, как мы понимаем, направлены на то, чтобы освободить как можно больше пространства от нашего населения. А население от собственности. Население надо просто убрать, чтобы пространство освободить. Вот, конечная задача. Пусть поезда бьются, так сказать, и в конце конструкции че это вы трое в трехкомнатной квартире живете? По пять квадратов надо жим и главное дешево. Дешево! Вот. То есть, надо понимать, что задача вот такая решается. Значит, мы, Михаил Васильевич тот сказал базовую позицию, самое главное, конечно, вот, на сегодня по реформе ЖКХ это то, что есть альтернативный проект. У нас есть опыт Сродового кодекса, так, можно говорить, что мы не выиграем, что все это бесполезно. Мы наслушались этого вот здесь, вот. Нам здесь объясняли, что трудовый кодекс нельзя написать, что это такая страшная работа, все сделали, шесть лет тормозили. Значит, если на реформе заказа, правильно Михаил Васильевич сказал, мы остановим эту реформу на три-четыре месяца и то низкий поклон шеи, и то, сколько он будет им денег сохранить, и не будет. значит, и еще, Александр Юрьевич, не надо на российском комитете рабочих рабочих создать бытло. Рабочих никто и не называет. О, нет, вы называли, что 70% бытло. Значит, совершенно ответственно вам заявляют, у меня в бригаде люди работают и с высшего образования, так, были и с восьми классами, но они все рабочие, образование и социальный статус, суть, вещи разные, все они рабочие, и те, которые имели восемь классов, через восемь лет, благодаря тому, что работали рядом с людьми с высшим образованием, имели средние, специальные, как минимум, потому что условия и требовалось этот людей, вот если мы от людей потребуем, чтобы они думали, а жизнь требует, и мы им поможем, тогда бытло не будет как такового, и как, чтобы им не говорили, они себя было обращать, не будут, вот для этого мы здесь и работаем, чтобы не было у них оснований воспринимать такого бытла, человек обижается и реагирует тогда, когда он внутри у него это сидит. По этому вопросу, значит, реагационная комиссия подготовила проект постановления, я почитаю, внимательно, постановление Российского комитета рабочих об альтернативных проектах жилищно-коммунальной реформы. Российский комитет рабочих, рассмотрев альтернативные проекты жилищно-коммунальной реформы, объявляет депутату Государственной Думы шею и благодарность за свое время для внесения проекта, сохраняющего годы для трудящихся и обучающие время оплаты за жилье. Правительственный законопроект реформы ЖКХ Российский комитет рабочих расценивает как антинародный. Российский комитет рабочих просит профессиональные союзы, рабочие организации, трудовые коллективы, а также депутатов Государства и Думы поддержать прогрессивный проект Шейна и ответный реакционный проект правительства. По итогам этого голосования рабочие будут судить о том, кто достоин, а кто не достоин мандата депутата Государственной Думы нового созыва. Так, и обращение Российского комитета рабочих к депутатам Государственной Думы. Российский комитет рабочих обращается с просьбой к депутатам Государственной Думы Российской Федерации поддержать прогрессивный проект Олега Васильевича Шейна и ответный реакционный проект правительства. По итогам этого голосования рабочие будут судить о том, кто достоин, а кто не достоин мандата депутата новой Государственной Думы. Поручение российского комитета рабочих Думы. 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 перегар доставить. Правильно. 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 И первым еще добавить ко всем партиям действующим на территории. Прошу бы применять за основу потом за политическим партиям. За основу давайте примем. Это мы убираем концов по депутатам Государственной Думы. А здесь выносим это в отдельное обращение. Давайте политическим партиям. Первый давай консерву политическим партиям действующим на территории. Так. Российский комитет рабочих просит профессиональные союзы просит мне очень не нравится. Предлагает. 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 А то будет. А что просит? А что просит? А комиссия работает. А то мы обрели. Ну ладно. Давайте за основу примем, а потом правовод. Кто за то, чтобы оба этих документа принять за основу, прошу проголосовать. Оба. Опустите. Против? Нет? Здравствуйте. Оставляем до завтра с правками. Значит, утром будем принимать. Все. Перекорд. Объявляется 10-минутный перекорд. Только собирайтесь побыстрее. Да, нам надо закончить, пока нам две не скучаются. побыстрее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...